Перед экскурсией ребятам выдали каски и ознакомились с инструктажем. Соблюдение техники безопасности необходимо, так как промысел – режимный объект. Здесь ничего нельзя трогать, главное смотреть. Подниматься тоже никуда нельзя, и надо в каске все время быть. Главное, ну, нам сейчас все рассказывают, мы просто смотрим и фотографируем. Здесь страшно, когда вдруг какая-то поломка, именно наблюдать за этим. Тут тонкая работа нужна, внимательность, концентрированность. А там все автоматизировано, как-то проще. Юноши и девушки – ученики «Газпром-класса» на Комсомолке впервые. Ребятам показали главный щит управления, а также провели по трем главным цехам промысла. Здесь происходит сушка газа, от насыщенной влаги. На сушке происходит третий ингреколь, который впитывает из себя с газа вот эту влагу. Потом третий ингреколь регенерируется, выпаривает. Комсомольское месторождение – одно из самых крупных в России. На промысле добывает одну третью всего газа общество с ограниченной ответственностью «Газпром-добыча-Ноябрьск». Об этом десятиклассникам седьмой школы рассказал главный инженер Сергей Сличный. Промысел состоит из четырех куполов. Это восточный купол, западный купол, северный купол и центральный купол. Также мы осуществляем подготовку газа от независимых поставщиков. Это от Муравленков с нефтью «Газпром-нет». То есть в объеме девяти миллионов мы ежесуточно принимаем газ от Муравленков с нефтью и производим его осушку. То есть подготовим его к транспорту. Работники промысла отвечали на все вопросы школьников. Эта экскурсия для ребят была проведена в рамках программы профориентационных мероприятий. Ведь каждый из этих десятиклассников в будущем видит себя газовиком. Если решать по нашей специальности, то что мы в «Газпром-классе» учимся и идем в будущее, хотим как бы на «Газпроме» работать и так далее, то это нам плюс. Нам рассказывают, чем они занимаются. Там даже образ жизни рассказывают газпромовцы. Подобные экскурсии помогают ребятам принять решение при выборе своей будущей специальности. Возможно, кто-то станет инженером, кто-то выберет работу с оборудованием, а кто-то захочет стать геологом. Если бы я в школьные годы так же пошел бы, наверное, мне было бы интересно. Может, что-то изменилось бы для меня. Потому что до того, как я пришел на работу, я не видел этих объектов. Они имеют уже сейчас возможность посмотреть на это оборудование, узнать условия, узнать какие-то нюансы, которые думают, что помогут в этом выборе. Может быть, они пойдут, может быть, на самом деле испугаются этой работы. Комсомольский газовый промысел проводит такие экскурсии для учеников других школ. И по традиции ни одна встреча с ребятами не обходится без чайпития. Тинатина Манканова, Сергей Макарчан, Новости Губкинского.